Район Бочарова ручья отметили на встрече в списке первоочередных участков. Здесь проблема сброса канализационных стоков в Ливневке, реки, ручьи и оттуда в море стоит особо остро. Так же, как, например, в микрорайонах Чкалова, Голубые Дали, в районе Верещагинского ручья и в поселке Лао. Ряд строящихся частных домовладений десятилетиями не подключались к централизованной канализации. Вопросы и к многоэтажным зданиям. Государство за последние пять лет почти 16 миллиардов рублей вложило в то, чтобы создать хорошую экологическую обстановку. Здесь сделали распределительную канализационную сеть на Бочарке, на Мамайке. Это огромные деньги. И естественно, что заложив такие деньги, это все делали для того, чтобы на самом деле получить нормальную экологическую обстановку. Что касается прилегающих к Виноградной улице, там уже обследовано 485 объектов. 75% из них могут подключиться к центральной канализации. Остальные могут выбрать либо установку локальных очистных сооружений или септиков. Техусловия на водоотведение в водоканале сочинцы могут получить бесплатно. Городские власти идут навстречу, чтобы проблема решилась быстрее. Глава города распорядился также бесплатно помочь сделать проектно-сметную документацию. Дело остается за сочинцами – нанять подрядчиков для выполнения работ. Анатолий Пахомов напомнил, что за нарушение природоохранного законодательства хозяевам неподключенных к канализации домов грозит ответственность. Тем, кто отказывается решать эти проблемы цивилизованно, продолжат отключать холодную воду. Власти решительно настроены покончить со сбросами неочищенных стоков в море. От выбранного курса отступать никто не намерен, подчеркнул Анатолий Пахомов. От этого зависит в первую очередь экология курорта, а значит и здоровье сочинцев.